Возле Спасского храма Силаусова непривычно много людей. Они здесь, чтобы почтить память святой великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, вся жизнь которой явилась образцом веры, милосердия и добродетеля. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий лично возглавил Божественную Литургию. ПЕСНЯ Сегодня мы отмечали столетие ее подвига. Верим, что мы, как временные люди, уйдем из этого мира очень скоро, но праведники будут вовеки жить, и наш народ будет утверждаться в вере и их молитвенной помощью. Сегодняшнее событие, оно действительно и культурное, и духовное одновременно, но масштаб общероссийский. Уверен, что среди паломников будут еще и гости из других стран, и ближнего зарубежья, и из Европы. Все, кто связан так или иначе с царской семьей, и я знаю, и потомки тоже Романовых будут сегодня на наших мероприятиях. Ну и в целом, это, конечно, история, история страны, история именно этого места, которое благодаря нам, благодаря Елизаветинскому фонду Российской Русской Православной Церкви восстанавливается. Автобусы отвозят паломников в село Ильинское Красногорского района. Именно отсюда, возле храма Ильи Пророка, и начнется шествие. Сейчас формируется колонна крестного хода, волонтеры с хорогвиями, казачество понесет иконы, духовенство, паломники. Пять километров из Ильинского в Усово. Такой маршрут сегодняшнего крестного хода. Иконы Спасителя, Елизаветы Федоровны, царской семьи. Колокольный звон раздается на всю округу. В усадьбе Ильинска Елизавета Федоровна жила вместе со своим супругом, великим князем Сергеем Александровичем Романовым, генерал-губернатором Москвы. Они проводили здесь лето, а в сентябре всем домом на плотах переправлялись через Москварьку в Усово, свою зимнюю резиденцию. Этот маршрут и выбрали для паломничества. В этом году Елисаветинский крестный ход проходит в седьмой раз по благословению метрополита Крутистского и Коломенского ювеналя. С погодой нам не повезло, с самого утра идет дождь, но это никак не сказывается на настроении паломников, которые пришли сюда целыми семьями. Читают молитвы, поют и вспоминают великую княгиню Елизавету Федоровну. На реке соорудили понтонный мост. Паломники, а их сегодня около трех тысяч человек, довольно быстро и организованно оказываются на Усовском берегу. Хорошее ощущение. Дождь идет, а настроение недождливое. Настроение солнечное. А почему вы решили принять счастье? Ну не знаю. В храме объявили, что есть такой крестный ход и захотелось первый раз узнать, что это такое. Тяжело тебе было подняться? Нет, нет, нет. И даже по проселочной дороге шли и было легко. Наверное, все друг друга поддерживаем, с молитвой идем. Очень легко и хорошо. Для всех этих людей Елизавета Федоровна – пример для подражания. После гибели мужа в 1905 году от бомбы террориста она создала Марфа Мариинскую, обитель милосердия. Сама приняла постриг. Сестры помогали нуждающимся, ухаживали за больными, ранеными, детьми из приюта. Для меня это ангел, ангел вообще во плоти, ангел на земле. Стараюсь брать, конечно, с ее жития пример, не всегда получается, но это такое вообще житие, когда прочитаешь ее, это что-то с чем-то несравнимое. Судьба Елизаветы Федоровны сложилась трагически. После захвата власти большевиками ее арестовали и отослали на Урал. А 18 июля 1918 года великую княгиню сбросили в шахту. С приходом Белой армии одному монаху удалось найти ее тело и перевезти его в Ярусалим. Елизавета Федоровна покоится в церкви Марии Магдалины в Гефсимании. В 1981 году ее причислили к лику святых. Преодолев почти 6 километров, спустя 2,5 часа паломники достигли Спасского храма в Усове. Ну а чуть позже в одном из концертных залов Одинцовского района состоялся вечер-реквием к столетию памяти царственных страстотерпцев. Гости могли увидеть акварельные работы монахинь обители Святой Марии Магдалины, а также услышать проникновенную музыку, написанную специально к трагической дате, митрополитом Волоколамским Илларионом. Анна Макарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.